Доктор психологических наук Вряд премии правительства Российской Федерации в области образования Булат Салямович Алишев. Здравствуйте, Булат Салямович. Здравствуйте. И я бы хотела сегодня начать разговор, ну, может быть, несколько с неожиданной стороны, поскольку мы представили вас как профессора, но я бы хотела с вами поговорить как с бывшим студентом и вернуться в тот далекий 76-й год, когда вы закончили тоже КФУ, да, тогда это был исторический факультет. Историко-филологический он назывался, да. Расскажите, пожалуйста, ваш путь университета первого. Ну, поступил я в университет в 1971 году, историко-филологический факультет, отделение, так оно тогда называлось, научного коммунизма. Сейчас уже трудно вспомнить, почему именно туда, наверное, потому что это было что-то неизведанное, неизвестное, что это такое. Хотелось узнать. Вы из семьи партийных людей нет? Нет. Ну, в каком смысле? Да, родители были членом КПСС. Сам я никогда не был членом КПСС. Ни в те времена, ни в более поздние времена. Ни сейчас тоже не являюсь никаким членом никаких партий. Вот так. Родители были... Отец-профессор истории, мать-преподавательница в школе. А вы знаете историю своей фамилии, происхождения? Не знаю, насколько это точно, но примерно начиная с середины XVII века знаю. То есть вот все поколения, да, до середины XVII века. А история почему? От имени фамилия произошла? Да, от имени человека, который жил в первой половине XVII века. Если это не очень личная информация, кто в вашем роду? Ну, в основном это священнослужители, вплоть до моего деда, который в 45-м, по-моему, году умер. Я его уже не застал живых. Это священники, в основном мусульманские священники. Пять лет учебы в университете на факультете или на отделении научного коммунизма. Отделение научного коммунизма, да. Что это? Вот пять лет, ну это же понятно, что не только научный коммунизм, да? Что вам дало это учебы? Ну, да, это философия, трехлетний курс, шестисеместровый курс философии, пяти, по-моему, семестровый курс политической экономии, капитализма и социализма, четырехлетний курс теории научного коммунизма, ну, это политическая теория марксизма, по-другому, множество различных исторических дисциплин, ну, примерно так, социология, психология. Вы правильно понимаете, что, ну, как будто бы это отделение готовило партийных деятелей, да? Или нет? Ну, почему не обязательно? Кто-то стал партийным работником, кто-то стал научным работником, кто-то просто в школе работал после выпуска преподавателем в техникумах, люди работали в разных местах. По-разному. Судьба каждого складывается по-разному. К тому же есть общая мировая статистика, примерно 30% людей только работают по первой полученной специальности, остальные меняют профессию, как это у меня произошло. Почему? Расскажите, пожалуйста, как это у вас произошло и почему. Произошло отчасти случайно, потому что, когда после нескольких лет работы по распределению, я задумался о том, как, где и как дальше работать. Появилась возможность поработать в научной сфере, а поскольку у меня отец работал именно в области науки, то мне это было, ну, в общем, понятна сама суть этого рода деятельности. Я пришел в научно-исследовательский институт, который тогда только создавался. Решил попробовать там. Мне предложили работу, сказали, что вот здесь ты будешь у нас заниматься тем, что тебе близко и понятно. Я обрадовался. Я не предполагал, что это постепенно уйдет в чистую психологию. Вовсе нет. Ну, потом так произошло. В этот момент был, ну, вот это постепенного подхода, скажем так, к психологии, да? Там стоял какой-то выбор между тем, что можно заниматься, допустим, прикладной или практической психологией, а можно наукой? Выбор есть всегда. Он и сегодня есть. И тогда был. В любой момент можно все бросить и начать что-то другое. Поэтому выбор, конечно, есть всегда. Всегда есть. И тогда был, и сейчас. Вы выбрали научную именно? Ну, да. А куда было деваться? Вы уже были в науке, собственно говоря, глубоко, да? Ну, собственно, я не могу сказать, что меня родители, отец побуждал к этому каким-то специальным образом. Вряд ли, я не помню такого, но, скорее, это что-то общее в восприятии мира было с родителями такое. Поэтому то, чем они занимались, ну, правда, там другая сфера, там история, у меня совсем другая область деятельности. Но сам род занятий, да, это научная деятельность, видимо, это близко по характеру, по темпераменту, по другим параметрам. По мировосприятию, мировощущению. Я думаю, так. А вот то, что вы занимались именно социальной психологией, это опять-таки перекликается? Первоначально, да. Первоначально социально. Кандидатская диссертация была как раз по социальной психологии. К тому же надо учитывать и то, что научный руководитель, заведующий лабораторией, в которой я многие годы работал в НИИ. Вот известный отечественный социальный психолог, ныне покойный уже академик Рафаэл Хрульш-Шакуров. Он был социальный психолог, и, естественно, его ученики тоже защищали кандидатские диссертации по социальной психологии. Да. Вот вы сейчас сами являетесь учителем для многих студентов, для своих аспирантов. А вот тогда, когда вы были начинающим, ну, молодым ученым, что для вас вот была роль ученого, простите, не ученого, а учителя? Каково это вот идти за таким авторитетом? С кем вы общались? Кто на вас, ну, какое-то особое влияние произвел впечатление? Влияние оказал, произвел впечатление? Трудно на этот вопрос ответить, потому что я бы, несмотря на то, что, конечно, передо мной был и пример отца, пример некоторых других профессоров казанских, которых я с детства, лет 14, в общем-то, хорошо знал. Был пример научного руководителя, которого я уже назвал. Тем не менее, я бы не сказал, чтобы был какой-то один, два, три каких-то выдающихся человека, которые вот, которые сыграли роль именно вот как наставника, гуру, как вот непререкаемого авторитета. Нет, такого не было. Что для вас было ценным именно вот с точки зрения человека в науке? Непосредственно исследовательская деятельность, либо момент открытия чего-то, либо какая-то фундаментальная часть? Вот куда там ваш интерес личный больше шел? Ну, знаете, когда-то академик Арцимович, известный отечественный физик советского времени, пошутил в ответ на вопрос, кто такие ученые. Это люди, которые удовлетворяют собственное любопытство за государственный счет. То есть им платят зарплату, а они занимаются тем, что им интересно. Ну, мной двигало всегда именно любопытство, желание что-то узнать новое. Спасибо государству, что оно платило зарплату в советское время. Потом это стало несколько труднее, конечно, потому что зарплаты стали маленькие, и поэтому вам надо было думать о том, как дополнительно заработать еще. Наши веселые годы, которые все вспоминают с разной долей иронии, горе и так далее. Эмоций, каких только не бывает, когда люди про 90-е годы. Ну, я, конечно, отчасти шучу, потому что, ну да, собственное любопытство, оно важная вещь для ученого. Но если нет собственной заинтересованности в какой-то проблеме, в какой-то теме, ну, сколько тебя не платили, результат может оказаться, ну, не то, что плачевным, но не выдающимся, по крайней мере. А вот если у тебя, собственно, увлечение, интерес к чему-то есть, какая-то проблема, тебя интересует, ну, тогда, ну, как монах Мендель, который без зарплаты работал и создал, создал основу генетики, ему же никто зарплату не платил. Ну, вот так. Так что личный интерес, личное любопытство, любознательность – это очень важная вещь в науке. А есть такой момент, что когда вот вы изучаете какой-то, ну, я не знаю, предмет, условно говоря, да, вы что-то поняли, что-то открыли для себя, вот этот вот эмпирический или эвристический момент настал, ура, у меня получилось, я это доказал, я это вывел. Очень сложный момент. Да. Вот что там? Что потом, что там и что потом? Что потом, что потом? Потом, понимаете, люди разные. Вот если человек занимается фундаментальными научными исследованиями, его не интересует практика, внедрение, то потом всё, он теряет интерес к этой проблеме. Я её решил, она меня больше не интересует. Как-то, по-моему, в Саратове несколько лет тому назад ко мне обратился один местный профессор. Вот он сказал, я видел вашу диссертацию, когда она утверждалась в ВАКе. Скажите, пожалуйста, почему вы не продолжили вот это там, ну, разработки, которые там теоретически, вот из того, что вы там писали, можно было то сделать, это сделать. Вот я ответил тогда, что я не возражаю, если кто-то это сделает, но практически разработки уже меня не интересуют. Всё, интерес пропадает. Если тебе кажется, что проблема решена, а дальше уже внедрение, только может быть какое-то прикладное, если это кому-то надо, пусть внедряют, пусть разрабатывают, а я буду что-то искать другое, заниматься другим чем-то. Как будто исследование один тип человека, да, внедритель, это другой тип человека? Ну, так вот, не случайно, её разделение у нас вот существует. Есть, предположим, науки физико-математические, есть науки технические, есть науки биологические, есть медицинские. В одном случае фундаментальные, следуем, в другом прикладные разработки. Ну, случаи с биологией там не только медицинские, там ещё ветеринарные, сельскохозяйственные, прикладные области различные, есть науки. В психологии, увы, нет такого разделения. Психология и фундаментальная психология, и прикладная психология, только психологические науки, всё. А вот вы сказали, что вот после того, как вы закончили и по распределению поработали, вы пришли в НИИ. И это, насколько я понимаю, НИИ-образование, или как? НИИ-так, оно меняло название, но в последние годы, когда я там работал, вот в начале 21 века, оно называлось уже Институт педагогики и психологии профессионального образования, по-моему, такое название носило. Разные были названия. То есть туда приходили, это был исследовательский институт, там никто не повышал образование? Нет. Там люди, люди занимались именно методикой? Студентов там нет. Пришёл утром, заперся изнутри на ключе, сидишь, работаешь. Кто выбирал темы, которые нужно разработать? А, в НИИ, в академических НИИ это очень просто. Заведующий лабораторией предлагает, ну, не просто предлагает, он их обосновывает. Тему или несколько вариантов. Темы учёного совета Института, учёный совет Института рассматривает. Обычно это вот на несколько лет они, эти темы на три, трёхлетние, пятилетние циклы планирования бывают. А дальше профильное отделение Академии наук и Президиум Академии наук, в данном случае это Российская Академия педагогических наук СССР сначала, а потом Российская Академия образования, названия менялись. Там уже утверждается одна из этих вот тем. И дальше начинается исследование. То есть это вообще не с неба, это вообще на высочайшем уровне утверждается. Утверждается, конечно. Ну, правильно. Под это же деньги выделяться должны. Да, да, финансирование идёт под тему. Тема поэтому утверждается, а потом уже открывается финансирование. Но какой-то пришёл момент, если я вас правильно поняла, что социальная психология как бы закончилась, и вы ушли в какой-то другой раздел психологии. Ну, в конце 90-х годов, в 97-м, примерно году, в 97-м, 98-м, Рафаэл Харвович Шакуров ушёл из института лаборатории, стал заведовать уже я с этого времени. И тематика исследований несколько изменилась. из социальной психологии в большей степени в область психологии личности. Потом она так и называлась лабораторией. Лаборатория психологии личности. А вот это была ваша инициатива, именно в психологию личности пойти? Или это, ну, как-то с требованием времени, что ли, не знаю? Ну, тоже, знаете, очень многое происходит. Тема, вот, предположим, докторского моего исследования была, не то, что предложена, но общая проблематика была предложена, ну, да, можно этот глагол использовать, предложена Рафаэл Харвовичем. Он сказал, ну, попробуй вот это для докторской диссертации, вот тему проблемы ценностей рассмотреть. Но проблема ценностей, это уже, ну, можно, конечно, её и в русле социальной психологии. Ну, так получилось, что решаю эту проблему, я ушёл в психологию личности в большей степени. Ну, так постепенно и вся лаборатория стала заниматься личностной проблематикой постепенно. У вас есть какие-то, ну, скажем так, из того, что вы исследовали, из того, что вы открывали, да, результаты какие-то, ну, подтверждали или опровергали свои гипотезы, есть какие-то для вас особо ценные результаты изыскания исследований? Сверхценные идеи? Да. Да, 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 да. От сверхценных идей, знаете, недалеко, и психологам это хорошо понятно. Ну, знаете, на самом деле немногие учёные могут похвастаться тем, что они действительно сделали что-то выдающееся таких людей. Не только в психологии, в любой науке. Они на пересчёт, их имена известны всему миру, таких людей. Они получают Нобелевские и прочие премии, известность. Имеют... Я не думаю, что меня можно причислять, ну, не то, что к этой категории, то есть я бы не хотел, ну, хвастаться, что ли, что я что-то открыл, что-то создал. Ну, есть проблемы, которые, как мне кажется, вот проблемы ценностей. Я предложил один из возможных вариантов, теоретических вариантов, описание сущности этого феномена, его функции, структуры и так далее. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь это понадобится, кто-нибудь когда-нибудь это будет развивать. Но на данный момент я не вижу, чтобы кто-то продолжал исследование именно в рамках этих теоретических построений. Может быть, когда-нибудь. А вот вы же человек глубоко посвящённый, погружённый в науку психологии. Вот как вы думаете, какое направление сейчас вот страдает, и в том смысле, что в него мало внимания уделяют, мало денег вкладывают? Какое из направлений психологии сейчас вот хочется вот так подтолкнуть немножко? Ну, все, наверное. Это зависит от того, что какую науку иметь в виду, российскую или общемировую психологию. Если иметь в виду мировую психологию, то, конечно, колоссальные средства идут в то, что называется когнитивным исследованиями. Но это тоже понятно. Почему? Потому что одна из центральных проблем современной науки, проблема не только психологии, это проблема так называемого искусственного интеллекта. Это искусственный интеллект, само понятие интеллекта психологическое, поэтому психологи в разработке этой темы участвуют очень активно. А деньги сюда вкладывают различные фонды, и государства, и фирмы, компании. Это огромные деньги. Здесь участвуют психологи всех стран разных стран мира в сотрудничестве с лингвистами, с философами, со специалистами в области теории информации, компьютерщиками и так далее, и так далее. В том числе и в нашем университете такие разработки, когнитивные разработки проблемы искусственного интеллекта, роботов и прочее ведутся такие работы. Мы с нашими специалистами в области робототехники, компьютерных, информационных технологий общаемся время от времени по этому поводу. Я имею в виду психологов. То есть, получается, для нашей страны это тоже, естественно, актуально? Ну да, у нас тоже такие разработки ведутся. Поэтому вот эта область психологии, она получает очень много денег во всем мире, а некоторые другие области психологии гораздо меньше. Поэтому дисбалансы тут есть, безусловно. Но это, видите, это связано с общим направлением развития бизнеса, мировой экономики и так далее. Тут ничего не поделаешь. А вы бы в какое направление психологии, вот если бы у вас была, ну так вот, фантазийная возможность, влили бы денег, чтобы она пошла? Вот кроме когнитивной части. Ну, лично меня вот очень интересует и интересовали раньше, начиная с конца 90-х годов, кросс-культурные исследования для Казани, для Татарстана и России в целом. Это вообще очень интересно, потому что кросс-культурные исследования связаны с изучением особенностей психологических характеристик разных этносов, разных культурных гроб, особенностей взаимодействия между ними, в том числе конфликтов между ними, которые периодически возникают во всем мире, межэтнические, межкультурные конфликты. Для нас это было бы очень актуально, но я думаю, что можно было бы более активно проводить исследования в этой области. Они ведутся, но, на мой взгляд, не столь активно, как можно было бы. Вторая область исследований, которая меня очень интересует, она близка к тому, чем занимаются когнитивные психологи. И в связи, в том числе, с разработкой проблемы искусственного интеллекта, это проблемы сознания, его отличие от психики. Это одно и то же, не одно и то же. Если это разные вещи, как они взаимодействуют, как формируется сознание, как оно сформировалось когда-то. у наших древних предков. Теории сознания. Их много сейчас. И физические, и нейрофизиологические, и чисто психологические теории. Есть разные философские теории. К сожалению, изучать эту проблему на эмпирическом уровне, конечно, чрезвычайно сложно. Потому что надо знать, какие вещи измерять. Что измерять, когда мы говорим о сознании? Во-первых, надо определить само понятие, что это такое. Каковы его проявления, отличающиеся, допустим, от проявлений самой психики. А потом, как их операционализировать, эти понятия, в каких переменах. И потом, следующий этап, как все это измерять еще. С помощью каких инструментов, методов и прочее. Все не так просто тут. За рубежом эти направления развиваются? Ну да, развиваются, но... Ну тоже не так, как с интеллектом, допустим, с когнитивной наукой. Ну конечно, кросс-культурные исследования очень активно ведутся. Но в основном, в основном это две группы. Две, не то что группы, а две большие цивилизации сравниваются по различным психологическим характеристикам, параметрам. Это восточно-азиатская цивилизация Япония, Гонконг, Корея, Южная, Вьетнам, некоторые другие страны. Здесь задействованы с восточной стороны и Европа, США, с западной стороны. Вот такие сравнительные исследования давно ведутся. Есть ряд сравнительных исследований сопоставления европейских и азиатских культур. Они тоже уже, начиная с конца 50-х годов, ведутся такие исследования. Внутри Соединенных Штатов, поскольку это страна поликультурная, много сравнительных исследований проведено. Ну, у нас тоже Россия страна поликультурная. Можно было бы, как я уже сказал, исследования в этой области более обширные проводить, но я считаю, что они недостаточно изучать. Допустим, исследования Триандиса и его группы, это исследования так называемого индивидуалистических и коллективистических культур, различия между ними. Ну, не секрет, что восточно-азиатские культуры, это коллективистические культуры, западные культуры считаются индивидуалистическими культурами. Вот там в рамках вот этой школы Триандиса были разработаны методики, тестовые в том числе методики для различных эмпирических исследований. Ну, на русский язык не переводились. Было бы интересно в рамках этой модели посмотреть место российских народов различных. Тем более, у нас есть народы, которые, возможно, возможно, в большей степени тяготеют к восточным культурам. Ну, тюркские, предположим, а с другой стороны, народы славянские, которые, видимо, больше тяготеют к европейским культурам. Это интересные были бы сравнения. Ну, сейчас еще из пандемии дополнительные сложности для научных исследований, потому что где взять вот эти физики, химики могут реактивами проводить эксперименты, прочее, прочее. А нам нужны люди, где их взять, кто к ним пустит. Здесь, как вы говорите, в лаборатории не закроешься как раз. Ну, да, вот надо выйти к людям, надо выйти в школу, проводить исследования с детьми, предположим. А кто же вас туда пустит сейчас? Никто никуда не пустит. Да и к нам в университет никого не пустит, мы никого не пускаем. Вахтеры стоят, никого не пускают. Это правильно, я не жалуюсь, просто ситуация такова. Пока есть трудности. А вот скажите, пожалуйста, возвращаясь к вам. На пути человека науки. Как меняется характер? Какие черты становятся, ну, скажем так, менее, менее востребованными? А какие приходилось развивать себе? Как это? Огранять? Не задумывался над этим, никогда ничего в себе не развивал. Как, ну, как говорится, как Бог на душу положит. Как вышло, так и вышло. Единственное, что могу сказать, вот для себя я, для себя я постепенно, постепенно пришел к выводу, то, что я почему-то не люблю, ну, по крайней мере, в науке людей, увлеченных, увлеченных какой-то идеей, я не люблю. Сверхценности? Да, да. Мне бы хотелось, например, видеть аспирантов, которые увлечены наукой в целом, но не вообще какой-то одной идеей. Увлеченность одной какой-то сверхценной идеей действительно, ну, может повлечь за собой нежелательные последствия, потерю объективности и прочее, прочее. В истории науки известны такие случаи, когда люди даже подлогом занимались ради того, чтобы... Оправдание. Ради того, чтобы подтвердить некоторые свои гипотезы, некоторые свои идеи. Нет, в науке все-таки надо быть более холодным, более безразличным даже. Что получилось, то получилось. Как вы? Таким, каким как вы? Не знаю, я не могу сказать, что я бесстрастный человек. Нет. Ну, по крайней мере, вот этим... Вот стараюсь, да, стараюсь, но не всегда получается. А надо, чтобы это получалось? Мы же живые люди, кроме того, что вы ученый, вы еще обаятельный человек. Ну, понимаете, ведь можно, вернувшись с работы, стать другим человеком. Ну, например, как только мы приходим на работу, ну, вот исследование психологии, мы забываем про душу, потому что душа – это не научное понятие. Для нас существует только психика и сознание. Вот научное понятие. Но никто не запрещает мне, вернувшись с работы, думать, рассуждать о душе, о чем-то таком непонятном. Прочем-прочем, заниматься искусством, поэзией и прочее, прочее. Эриксон сказал, что работа – это как обувь. Домой пришел, снял? Снял, да. Когда вы приходите домой и снимаете обувь, что в сфере ваших интересов? Дома психология должна заканчиваться, если только ты не взял работу на дом, потому что дома нет профессоров, дома нет психологов, инженеров, никого. Дома есть муж, жена, дети, больше ничего. Ну, а уж если ты взял работу на дом, то надо закрыться, какое-то время поработать, а потом выйти к семье обычным мужем, так сказать, не профессором. Когда вы не профессор, когда вы обычный человек, что в сфере ваших интересов? Театр, балет, опера, скачки, лошади, не знаю. Когда-то, да, когда-то был театр, но это было достаточно давно, это было уже более 40 лет тому назад, а затем времени все меньше и меньше стало оставаться, семья и работа отнимает очень много времени. Ну, юношеское увлечение, увлечение географией, спортом и литературой, они остались всегда. А что значит увлечение географией? Ой, ну, атласы, карты, вы что, начиная от Меркатора с 17 века, первых плоскостных карт Меркатора и так далее, до нынешнего дня, как изменялось все, это же очень интересно. То есть вы, как бы, рассматривая карты, путешествовали в своем воображении, как будто бы так? Ну, вообще, в детстве, так, любой мальчик читает приключенческую литературу, да, ну, сейчас нет, правда, сейчас меньше этого. Жюль Верн, там, другой, кто-то еще, Купер, Майн Рид, ну, а пока читаешь, ползаешь по карте, пальцем ищешь, где же-то они бывали. Ну, вот так появляется интерес к географии. Ну, может быть, не у всех, у меня остался. А он перерос в интерес к путешествиям? У меня было очень много командировок лет до 40, я почти весь Советский Союз объездил с разными исследованиями, исследовательскими проектами, ну, а в последние годы, в последние лет 20 уже гораздо меньше, пару раз в год куда-нибудь съездишь, и все. За рубеж тоже небольшой любитель, вот в основном здесь. Если мы опять одели обувь и вернулись к работе, прошло сколько лет, когда вы работали в НИИ, сколько лет вы там проработали? Я проработал в НИИ 31 год, если не ошибаюсь. Из них 4 последних года это была работа уже по совместительству, потому что я в университете работал, и по совместительству оставался заведовать лабораторией там, в НИИ. Но потом, кажется, в 2009 году я полностью перешел на работу в университет, потому что я тогда стал деканом, или это было раньше, сейчас уже трудно вспомнить точные годы, я стал деканом факультета психологии и полностью на работу в университет перешел. То есть получается, что у вас такой плавный переход произошел, да? Сначала совмещение было, потом... Ну, а потом, кроме того, я же откуда ушел, туда и вернулся. Из университета вышел и туда же вернулся. Как вам оказаться, вот в этой... вернуться в альваматор уже в статусе декана было? Нет, я вернулся не деканом вообще, я вернулся профессором кафедры был. И потом уж предложили коллеге взять на себя обязанности декана. Ну, как... да нормально. Люди-то знакомые все. Мы же все друг друга знаем. Психологов в Казани не так много. Было. Сейчас как будто хочется сказать, что сейчас много, нет? Нет, я бы не сказал, что много. Профессоров, наверное, около десятка, не больше. Ну, вы имеете в виду научной психологии, да? Ну, да. Вот это только свое... Докторов наук около десятка. Из них половина в университете работает. Все друг друга давно знают. А вот я хотела бы еще вернуться к кросс-культурной психологии. Она у вас как бы спонтанно появилась? Или вы эмпирическим путем туда пришли? Вот как она появилась у вас? Ну, наверное, это с детства. Понимаете, я родился в татарской деревне, где родители работали по распределению. По всей видимости, лет до пяти я думал, что все люди на свете вообще татары, потому что я других не видел никого, ни других языков не знал, русского не знал. Потом я вдруг узнал, что есть русский, оказывается, еще, кроме татар. Другой язык есть? Другой язык, да. Лет до четырнадцати я им овладевал этим русским языком. Вот. Примерно в этом возрасте, кажется, акцент исчез. Лет четырнадцать-пятнадцать. Так что для меня вот это наличие двух разных культур, взаимодействия между ними, длящиеся на протяжении, на самом деле, не четырехсот пятидесяти лет, а гораздо дольше, потому что предки нынешних татар и предки нынешних русских, они вступали в контакты уже, ну, начиная где-то, наверное, с восьмого-девятого. Ну, да, не, наверное, а точно с восьмого-девятого веков. Поэтому это очень долгая история взаимопоношений, взаимодействий, взаимовлияния. Поэтому, да, это очень интересная тема, проблема, неоднократно, в том числе и в литературе поднимавшаяся, в художественной и в публицистике, и в науке, тоже интересно, историками, филологами, социологами, политологами, психологами, разными специалистами. А кто вот в кросс-культурной науке считается авторитетным? Вот, допустим, я читала Льва Гумилёва. Он в этом плане авторитет или... Лев Гумилёв этнограф в основном, географ, этнограф. Ну, его идея весьма спорная, конечно, несмотря на то, что в центре Казани стоит бюст Гумилёва. Ну, я думаю, что спор на его идеи, спор на его взгляды, особенно так называемая пассионарная, теория пассионарности, всё это достаточно спорно. А для вас кто в этой науке авторитетом является? Ну, на любителя, как говорится. К тому же Гумилёв не проводил, да и не мог проводить эмпирических исследований в этой области. Вот. У нас группа исследователей России, я имею в виду, в высшей школе экономики под руководством Надежды Михайловны Лебедевой. Занимается Александр Иванович Татарко, Лебедева, Надежда Михайловна. Вот. Эти люди занимаются исследованием в этой области. Это наиболее такая крупная группа исследователей. Есть в МГУ люди, которые занимаются таким исследованием. Есть у нас и не только психологи, которые занимаются этой проблематикой. В том числе педагоги у нас. Вот в нашем институте, в котором я работаю, педагоги тоже занимаются. Тоже в кросс-культурной психологии. Да, да, проблематикой. Не психологией, а кросс-культурными исследованиями занимаются. Кросс-культурное исследование включает в себя не обязательно только психологию. Это и социология, это и культурологи, психологи, социологи, педагоги, разные группы исследователей. Вот. Я уже поняла, что вы человек далекий от желания там прихвастнуть или что-то о себе поговорить. Но тем не менее, какое, ну вот достижение, именно достижение, подтвержденное присвоением званий, присвоением премии, награждения премии, какое считается самое... То, что написано было в докторской диссертации психологической... Она так и называлась, психологическая теория ценности, двоеточие, системно-функциональный подход. Ну, системно-функциональная теория ценности. Ну, да. Наверное, это наиболее полная, завершенная, относительно завершенная работа, которой можно хвастаться перед внуками, когда все подрастут. А вот, знаете, когда, не знаю, насколько в вашей семье принято, вот в нашей семье говорили, вот ты вырастешь, или там в семье моих родственников, вот будешь как папа, или там вырастешь, будешь как мама. Вот вы хотели бы, чтобы ваши внуки, насколько я знаю, у вас могут быть внуки, мне, наверное, есть, пошли... Захотели бы вы, чтобы они пошли вот по вашему пути науки, или научной психологии, или психологии вообще? Да, я думаю, это не принципиально, это не важно. Главное, чтобы они занимались тем, что им будет доставлять удовольствие, что именно им будет интересно доставлять удовольствие. А у меня нет такого желания, чтобы именно на психологии они занимались. Вот есть какая-то профессиограмма у ученого-психолога? У ученого... Ну, возможно, она есть, я не интересовался. Ну, вот так вот, экспромтом скажите, вот какие качества все-таки? Вот 100% необходимо для того, чтобы заниматься научной психологией. Да такие же, как любой другой наукой. Ну, хорошо, наукой. Без психологии просто наукой. Ну, надо привыкнуть к тому, что занятие наукой... Очень многие люди почему-то думают, что наука – это непрерывное какое-то горение, творение. Это буйство идей, фантазии. Нет. Любому, кто хочет заниматься наукой, надо привычить себя к рутине, потому что 95% времени – это рутина. Это рутина, это скрупулезная работа с цифрами, колонками, цифрами, рядами цифр, таблицей, значений, вычисления, сравнения, ломания головы. Да почему же это получается вот так вот? Ну, вот в этом процессе бывают творческие моменты. Те периоды, когда вы планируете, вот как раз тематику исследования планируете, что и как вам дальше заниматься. Или когда вас вдруг вот в этом мучительном, рутинном процессе вдруг наступает инсайт, озарение, вспыхивает что-то внутри, и думаешь, господи, ну вот же оно, вот почему. Ну, вот это мгновения, это короткие мгновения, после которых еще несколько дней себя хорошо чувствуешь, а потом возвращаешься опять в эту рутину. Вот надо научиться преодолевать, сопротивляться, слово сопротивляться даже неверное. Работать в условиях монотонии, рутины – это должна быть тебе именно вот такая работа, и тебе должна быть интересна, понятна, близка. Она не должна тебя раздражать, а иначе ты не сможешь просто. Если есть внутренний бунт, бунт к такой рутины, да, однообразной монотонной работе, ну да, действительно, то есть без романтизма, без поэтизма, да? Ну да, вот желание обнаружить, найти хотя бы такую крохотную истину, ну вот оно тобой движет, и все, оно должно быть, это желание настолько сильным, чтобы ты мог, был в состоянии преодолевать эту рутину или уживаться с ней, с этой рутиной. А вот смотрите, получается, что у вас была социальная психология, да? Потом вы занимались психологией личности, потом изучали конфликты, да? Вот, потом была еще культурно-историческая психология, да? Потом вот кросс-культурная. Кросс-культурное исследование, да. Вот что вам ближе вот из этих все-таки? Есть, так сказать, вот мечта. Что такое мечта? Это нечто такое, что недостижимо, да? Вот, мечта – это проблема сознания. Я знаю, что я эту проблему решить не могу, не могу, но это мечта. А я буду этим заниматься, она притягивает меня, эта проблема. Я буду сам думать непрерывно над этим. Может быть, и что-нибудь придумаю. Буду читать все, что новое появляется, результаты исследований на русском, английском, языках на разных. Что появляется, что я нахожу, я читаю. Вот, но я же не могу вот сидеть и вот только размышлять, да? Я должен реальные исследования, эмпирические исследования проводить. А для этого у меня существует, прежде всего, как раз кросс-культурная психология, где я могу, где у меня есть возможность, в том числе с помощью своих аспирантов, соискателей вести эмпирические исследования, проводить опросы, получать реальные эмпирические данные и сидеть вот перед экраном с этими таблицами. Плужебный роман, помните, да? И они погрузились в волшебный мир цифр. В фильме писал вначале, да? Ну, там про бухгалтеров. Другое, да, ну, фраза так, погрузились в волшебный мир цифр, там хорошо. Ну, у ученого современного очень много общего с бухгалтером, по крайней мере, когда он анализирует ряды чисел. Есть ли понятие «казанская психологическая школа»? Ой, я, знаете, боюсь обидеть своих коллег, но Казани не очень повезло, в том смысле, что «казанская психологическая школа», она как бы, она существует давно, начиная с Бехтерева, да, но все время она не может обеспечить непрерывность своего существования с большими перерывами. Был Бехтерев, была психология, уехал Бехтерев, возник большой перерыв, потом всплеск небольшой был в начале 20-х годов, потом опять перерыв, потом... Ну, вот так, начиная с конца... нет, с конца 70-х, ну, даже с середины 80-х примерно, вот, благодаря Николаю Михайловичу Нисону Миревичу Писахову, покойному, появилась, ну, сколько лет, уже вот, почти полвека, уже длится непрерывная фаза. Хотелось бы, чтобы она продолжалась, эта непрерывная фаза развития психологии в Казани. Боюсь спугнуть удачу, не буду продолжать. Хорошо, удача любит тишину, это совершенно верно, хорошо. А как изменились студенты за время, пока вы преподаете, если изменились вообще, на ваш взгляд? Ну, изменились, наверное, не студенты, но в связи с этим я не могу не вспомнить. Ну, это уже, в общем-то, банальная вещь. Когда глиняные таблички, эти древние вавилонские, расшифровывали на одной из них, уже расшифровав эту клинопись, прочитали письмо одного древнего вавилоня Анина другому, где он жаловался на молодежь и писал, что молодежь живет в праздности, не слушается старших и тому подобное. Я, когда студентам об этом говорю, спрашиваю, вы представляете, до какого низкого уровня вы уже упали, если падаете уже вот две с половиной тысячи лет, вы все падаете, падаете, падаете. Вот так, все хуже и хуже. Так что вот примерно так. Но с другой стороны, видите ли, человек, психика человека, наша с вами психика, это довольно инерционная вещь, она меняется очень медленно, слабо. Это нам кажется, что человечество в целом, культура меняется гораздо быстрее, нежели психика отдельного человека. Так, меняются материальные условия нашей жизни, меняется техническое оснащение нашей жизни. Когда я был студентом, допустим, не было вот всего этого, не было, не было компьютеров, не было сотовых телефонов. Поэтому, да, библиотека, письменные, вы, ну, как вы себе представляете студента, который, который в читальный зал пройдет с пишущей машинкой и будет там текст набирать. Сейчас, нет, нет, невозможно. То есть мы готовились с семинарским занятием, сидели с текстом, выписки делали от руки, выписки, все это потом... То есть было гораздо больше самостоятельности подготовки. Сейчас же, вот, откуда-то скопировали, распечатали, вот человек выступает перед тобой. Иногда ты узнаешь собственный текст, когда выступает перед тобой студент. Ну, вот так. Забавно бывает, наверное, да? Забавно, да. Смешно бывает. Некоторые студенты не видят ничего зазорного в том, чтобы выйти и начать выступать вообще с... С телефоном, с планшетом. С планшетом, да, и по планшету читать, причем ты не видишь. Даже то ли он с какого-то сайта читает текст, то ли он все-таки для себя... Подсобрал куда-то. Да, да, да. Поэтому иногда диву даешься всему этому. Ну, хотя, на самом деле, конечно, понятно, по слову, если по выступлению, если студент произносит фразы, которые даже ты не в состоянии сконструировать, это наверняка, не наверняка, а точно, он откуда-то вот просто зачитывает. Надо менять формы обучения, в связи с этим, вот, семинары в той старой форме, в которой они в бытность мою студентам практиковались. Видите, коварность, видите, они сейчас бессмысленны зачастую, такого рода семинары. Потому что как ты запретишь студенту, он тебе скажет, ну, я сам самостоятельно готовил текст, а то, что я не от руки писал, а у меня это вот... А почему я должен от руки писать, если есть технические возможности, и он прав, конечно. Вот, но, повторяю, при этом вот семинар в той старой форме, он изжил себя. Это очень жаль, потому что, когда человек от руки пишет, он совсем по-другому текстом работает, по-другому прорабатывает, намного глубже. Ну, это уже, как говорится, тема другого разговора. Вы же готовите, ну, как бы факультет, институт психологии готовит естественных психологов, да? И вот одно из ваших, из вашего интервью я прочитала, «Нельзя стать хорошим психологом, не разбираясь в искусстве, литературе и музыке». То есть психология вообще очень интегративная наука в том смысле, что она, ну, вообще везде, вот она во всех сферах жизни. Ну, да, но тут все очень просто. Когда-то еще, начиная с Аристотеля, классификации наук предлагались, в советское время был такой философ Бонифатий Михайлович Кедров, который простую модель, структуру всего научного знания в форме треугольника изобразил. Там естественные науки, социально-гуманитарные, философские науки. И внутри треугольника психология, потому что психология, потому что всеми этими науками все равно человек занимается, человек. Поэтому психология, она связана со всеми отраслями знаний, с естественными, с гуманитарными, философскими, социальными, с лингвистикой, с социологией, философией, физикой, химией, с чем угодно. Поэтому, да, конечно. И не только с науками, она связана, безусловно, и с разными видами искусства, потому что наука психологии существует, ну, как именно, как отдельная наука от силы 150, даже меньше лет. Искусство, в частности, литература существует, ну, если фольклор иметь в виду, то вообще тысячи, тысячи, буквально тысячи лет. А что такое литература, что такое фольклор? Это попытка понять самих себя, попытка людей понять и объяснить самих себя. Я думаю, что еще вплоть до сегодняшнего дня, я думаю, что писатели сделали для психологии, может быть, даже больше, чем успели сделать ученые. Шекспир сделал для науки, наверное, не меньше, чем Фрейк, может быть. И не только, можно и античную драму, начиная с Афокла и Эсхила, рассматривать Медея, Электро, сколько, ну, вот все эти драмы, античные драмы, о чем они? Они о человеке. Взять хотя бы то, что Фрейд свои знаменитые комплексы назвал. Ну, да, комплекс Электро, допустим, если речь о том. Отечными героями. Конечно, каким-то психологом и каким-то исследователем, и каким-то практиком можно быть, не зная всего этого, но каким-то вообще супер-супер, да, без этого невозможно быть. Как будто бы хочется тогда спросить, а вообще в курсе обучения будущих психологов есть? Литература мировая, искусствоведение? Ну, нет, это учебный план, он стандартный, там этого нет, но в конце концов человек сам должен заботиться о собственном развитии, собственном, в том числе и профессиональном, и культурном росте, совершенствовании. И не только психолог, любой специалист в любой сфере. Химику тоже не мешают знать и из ОПА, и из ХИЛа. Никто не запрещает тебе пойти в интернет, пойти в библиотеку, взять Шекспира и посидеть, почитать, или в театр пойти. Да, это твое личное. Что для вас сегодня работа в КФЛУ? В основном это преподавательская работа сегодня, потому что 900 часов нагрузки, плюс немереное количество методической работы, связанной с различными учебными планами, программами, составлением бумажек и прочего, прочего. Это забирает львиную долю времени. В основном это учебная работа. Ну, вам нравится преподавание? Это же общение с людьми в первую очередь, а вы говорите, что вы человек исследовательского характера, да? А вот преподавание в плане общения со студентами, понятно, они тоже специфичные народы. Конечно, нравится, но иногда чувствуешь избыток. Лишка. Многовато. Хорошо. Если бы у вас была возможность, вот такая фантазийная, как бы вы отбирали людей на обучение психологов? Да никак точно так же, как сейчас отбирал бы. А возрастной ценз вы бы не убили? Нет. Я же сказал еще раньше, что на самом деле только 30% людей работают по первой. А, ну да. То есть есть возможность второго высшего образования. Люди получают в более зрелом возрасте, если понимают, что вот их тянет, притягивает психология. А те, кто по молодости обучались психологии, разочаровываются и уходят. Так что вот такой обмен постепенный. Ну и постепенно рынок стабилизируется, как говорится. Так что это нормально, это всегда везде так, везде так во всем, во всех сферах. Ничего не стал бы менять, в том числе не стал бы менять форму зачисления ЕГЭ, так ЕГЭ. Все нормально, пусть ЕГЭ. Как будто бы все равно естественный отбор, все здесь, все расставят по своим местам. Рано или поздно, да. Я не думаю, что если мы сейчас откажемся от ЕГЭ и начнем устраивать экзамены и принимать по экзаменам, по каким-то творческим собеседованиям. Я не думаю, что это кардинально что-то изменит. Нет. Булат Салимович, в завершении интервью есть какие-то планы, которыми вы можете поделиться со зрителями? Планы. Планы. Хотелось бы, чтобы у нас, конечно, научная работа была более... Чтобы вот эффективно, плодотворно и больше времени на нее было. Это во-первых. Во-вторых, чтобы эта ситуация поскорее изменилась в лучшую сторону, потому что для нас, психологов, так же, как для социологов, я думаю, некоторых других исследователей, которым нужны живые люди для исследований, чтобы вот эта ситуация для них изменилась. Потому что это крайне сложно вести исследования онлайн, исследования не могут в интернете, они не могут заменить реальных, живых, вот, испытуемых, которые перед тобой, с которыми ты работаешь, изучаешь их. Вот, поэтому очень хочется, чтобы, скорее всего, это закончилось. Хочется, чтобы большее количество образованных молодых людей, девушек и юношей подавали документы нам в аспирантуру, потому что с этим у нас, к сожалению, тоже есть проблемы. В науку не очень молодежь идет в последние два десятилетия уже. Вот, хочется, чтобы здесь наступил какой-то перелом. Ну, вот такие. А поскольку я представитель диссертационного совета, я прямо заинтересован в том, чтобы качество диссертации повышалось, повышалось, росло, очень хочется, очень хочется. Спасибо. Ну, видите, такие приземленные, очень простые желания. А как это тоже? А для себя? А для себя? Ну, для себя, ну, для себя, ну, для себя вроде все есть. Здесь все нормально. Да, хорошо. Спасибо вам большое за интервью, за то, что нашли время, пришли к нам. На этом мы закончили. В студии была Наталья Ежева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова